Привет всем большим и маленьким любителям посылок из Китая. Сегодня ко мне приехала вот такая увесистая посылка, а точнее ее привез курьер Pony Express. Покупал я данный товар в магазине Dream. Внутри находятся пауэрбанки. Давайте вскрывать и смотреть, какие модели ко мне приехали. На этот раз внутри должны быть разные емкости, то есть помимо десятитысячных еще и на 16000 мА, то есть крупный пауэрбанк. Поэтому вот и вес получился целый килограмм и 30 грамм. Так, 10000 мА, маленькая коробочка, еще один на 10000 мА. И вот крупная коробка 16000 мА. Так, наверное начнем с большого, поскольку десятитысячные ко мне недавно уже поступали. Вот на 16000 оригинальный у меня никогда не был на распаковке. Так, в коробке больше ничего нет. На упаковке традиционная наклейка с проверочным кодом. И здесь вот на самой наклейке есть адрес сайта чаксун.ми.ком, где можно проверить данный код проверочный. Что касается упаковки, вот такие без надрезов язычки на коробке. И здесь тоже надрезов нет на упаковке. И с обратной стороны, как у всех оригинальных коробок, доступа внутрь коробочки нет, то есть здесь заклеено. На упаковке также указана реальная емкость при типичном напряжении. Так, сейчас сориентируюсь. Да, при родном напряжении на аккумуляторах, которые встроены 5 штук, аккумуляторы 18650, здесь 16000 мАч. Но при напряжении 5,1 вольта, то есть 5 вольт это напряжение стандартное на USB порте любом, для того, чтобы запитывать реальные ваши смартфоны, планшетные компьютеры и другие гаджеты. То есть они все питаются от стандартного USB порта, а на нем напряжение 5 вольт. Соответственно, внутри любого пауэрбанка стоит плата повышающего напряжения. И повысив напряжение с 3,7 до 5, емкость получается примерно 10800 мАч. Здесь, видимо, используется, бывает, аккумулятор LG, видно здесь надпись LG, то 10800 мАч. И если какой-то другой производитель, то 10200 мАч. Ну, примерно, в общем, можно ориентироваться на 10000 реальных мАч. Ну, там 200 мАч и 800 мАч, ну, при таком объеме можно, в общем-то, не считать. И если ток заряда 1 ампер, если у вас потребляет ток 1 ампер смартфон. А, в общем-то, все смартфоны укладываются до 1 ампера, они потребляют. Вот такие технические характеристики. Так, в коробочке мы видим инструкцию на китайском языке, естественно, как на всей оригинальной продукции Xiaomi. Она нам не очень интересна. Вот, собственно, как выглядит сам пауэрбанк. Вот он такой заклеенный. С холода он еще чувствуется ледяной практически. Так, сейчас я попробую, пока есть возможность сравнить его. Вот. Нет. Все. С неоригинальным пауэрбанком Xiaomi. Вот такая коробочка. Это неоригинальный пауэрбанк. Тоже китайцы кладут в неоригинальный пауэрбанк инструкцию. Что касается коробки, то она более-менее похожа на оригинальную. Но выдает вот эти вот надрезы на язычке. У оригинальных таких надрезов нет. В остальном коробке, в общем-то, с нижней части есть доступ внутрь коробки. У оригинальной коробочки такого нет. Здесь все заклеено. И открыть просто так, не разрывая, не получится. А здесь, в общем-то, есть доступ и с нижней стороны. Ну, тут нету верх и низа, а просто, в общем-то, коробка двухсторонняя такая. С двух сторон. Так, коробки отложим. Затем сразу вы видите, как отличаются лотки. У неоригинального он пластиковый. Видите, блестящий пластик. Здесь вот он. Видно, разрушился и видно, что это пластик. А у оригинального только в такой картонной подложке, то есть жесткий картон. Достаточно жесткий картон, а не пластик. Затем кабели. Тоже есть отличия. Но таких вот явных каких-то отличительных особенностей, если у вас только неоригинальный, например, кабель в руках, и нет оригинального, то вы, в общем-то, можете не отличить. Вот это, соответственно, оригинальный кабель. На нем молния на стороне microUSB. Здесь никаких молний нет. Но это, в общем-то, не самый верный способ отличить подделку от оригинала. Также неоригинал, он ничем не заклеен. Но, опять же, наклейку, конечно же, могут китайцы сделать. Она ничего не стоит. Печать на донышке. Она более яркая. У оригинала такая светло-светло-серый цвет печати. На ней технические характеристики указаны. Касающиеся емкости, при стандартном напряжении 5 вольт, то есть 10-200. Так, отклеим наклеечку у оригинала. И посмотрим, чем отличается. Ну, расположение язычков внутри USB идентичное. А вот, что касается порта для зарядки самого PowerBank, то у оригинала, видите, светлый язычок. А у подделки язычок черный у меня. Ну, плюс, всегда отличаются дырочки светодиодов. У оригинала они тоньше. И поэтому светятся они... Меньше, в общем-то, свет издают. Кнопки отличить сложно достаточно, поскольку здесь, в общем-то, все достаточно такое простое в исполнении. Ну, и качество самого алюминия... Оно отличается. Здесь более мелкая такая затирка. Здесь она погрубее. Может быть, камера может передать. То есть, сама структура здесь, она различается довольно ощутимо. Здесь такое более гладкое. Надписи. Надписи. Миком. И на оригинальном, и на подделке. Так, и давайте теперь взвесим, взвесим оба пауэрбанка, поскольку это хорошая, отличительная черта оригинала, поскольку родные аккумуляторы в оригинале, они, естественно, будут более тяжеленькими, нежели у подделки. Так, отложим пока упаковки. 0 грамм. Так, ну, начнем мы с оригинала. 342 грамма. Весит оригинальный пауэрбанк на 16000 мА. 342 грамма. И теперь подделка. 292, 294 грамма. Давайте так, поставим его вертикально. Ну, 292, наверное, скорее. То есть, разница вполне ощутимая. Где-то в 50, в 52 грамма разница. Поскольку аккумуляторные батареи внутри используются разные. В остальном, они, в общем-то, идентично выглядят. То есть, габариты все выдержаны. Все четко. Все одинаково. Но внутри, я вам скажу, точно, поскольку данный пауэрбанк неоригинальный, я уже вскрывал. Дважды вскрывал. И, в общем-то, внутри он выполнен, ну, мягко говоря, оставляет желать лучшего исполнения внутреннее. То есть, все выполнено. То есть, припаяны просто отдельные тонкие проводочки. В общем, такая маленькая плата. В общем, все это выглядит весьма кустарно. Пауэрбанк на 16 тысяч я сам не вскрывал. Поскольку, повторюсь, на 16 тысяч я держу оригинальный пауэрбанк впервые в руках. Но вскрывал десятитысячный. То есть, 10 тысяч миллиампер часов. Я им уже давно пользуюсь. Его вскрывал. Выполнил просто шикарно. То есть, как все закреплено. В общем, плата. Все, в общем-то, идеально выполнено. Вот эта холодная пайка. То есть, нет никаких вот отдельных проводочков в оплетке. А такие контакты припаяны, видимо, какой-то холодной сваркой. В общем, все выполнено просто идеально. Так, отложим неоригинал. Отложим также в сторону. Оригинальный на 16 тысяч миллиампер. И давайте смотреть на 10 тысяч. Их я уже вскрывал, в общем-то, неоднократно. Поэтому мне не так интересно. Если вам интересен тест по токовым характеристикам данного пауэрбанка, то вверху, вот здесь, переходите на видео с тестом данного пауэрбанка. И смотрите. То есть, выдает он хорошие показатели тока. То есть, вот такой маленький, компактный, удобный пауэрбанк. Вы можете использовать для зарядки любых смартфонов абсолютно. И, в общем-то, можно сказать, любых планшетов. Потому что он выдает значительно больший ток, нежели 2,2,1-2,4 ампера. То есть, он выдает токи до 3 ампер без проблем при приемлемой просадке по напряжению. Вот такие пауэрбанки. Ну, сейчас морозы, они практически разряжены. Поскольку на холоде, вы знаете, литиевые аккумуляторы, они быстро теряют свою емкость. Вот такая распаковка и небольшое сравнение пауэрбанков на 16 тысяч миллиампер часов. Оригинал слева. Вот он. И поддельный пауэрбанк на 16 тысяч, якобы 16 тысяч миллиампер часов, находится справа. Однозначно рекомендую покупать только оригинальные пауэрбанки Xiaomi. Поскольку они действительно являются лучшими по соотношению цены и качества. В последнее время я заказываю продукцию Xiaomi в магазине Dream. Это касается и смартфонов, и пауэрбанков, и даже телевизоров. Распаковку телевизора я тоже, наверное, приведу вверху. Очень любопытный товар, то есть можно купить 40-дюймовый телевизор всего за 299 долларов 99 центов. Вот такой интересный товар в продаже у проверенного продавца Dream. Большое спасибо за просмотр данного видео. Если любите смотреть распаковки разных товаров из Китая, то вверху обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока!